ВВП. Самый известный и популярный на сегодня показатель экономического развития. Вместе с тем, ВВП часто бывает похож на кривое зеркало, которое отображает не столько экономику, а пену, взбиваемую на финансовых рынках. Но есть ли такие показатели, которые отражают более корректно и справедливо, как сейчас модно говорить, тренды той или иной страны? Такие показатели есть, это демография. Будущее нации зависит не от числа автомобилей, а от числа детских колясок, мудро заметил как-то президент Финляндии Урхо Калева Кекконен. Это довольно точный показатель настроения общества. Если люди не видят будущего, они раньше умирают и не хотят заводить детей. А если есть перспектива, есть к чему стремиться, есть смысл жизни, то людям незачем спешить уходить из этого мира. Большой документальный фильм на эту тему можно посмотреть на нашем канале, он называется Россия 2050. А в этом коротком выпуске мы всего лишь рассмотрим свежие данные прошлого 2020 года, который уже стал своеобразным невеселым мемом. Итак, поехали. И начнем с небольшой исторической справки, которая поможет оценить масштабы явления. Накануне Великой Отечественной войны в июне 1941 года численности населения Советского Союза достигло рекордного значения — 195,4 миллиона человек. После тяжелейшей войны в декабре 1945 года в Советском Союзе проживало 172 миллиона человек. Потери по сравнению с июнем 1941 года составили 23,4 миллиона человек. Численность населения откатилась до уровня, который был в Российской империи незадолго до начала Первой мировой войны. А дальше начался бурный рост населения, который продолжался до момента развала Союза. В декабре 1991 года численность достигла максимального значения — 294 миллиона человек. С 1945 по 1991 годы население Советского Союза увеличилось на 122 миллиона, или на 71%. Прирост населения за указанный период в абсолютном выражении превысил суммарную численность жителей Германии и Франции на конец 1990 года. США заметно отставали от СССР, имея в 1990 году численность населения равную 250,1 миллиона человек. В 1945 году численность населения США равнялась 140 миллионам человек. Прирост с 1945 по 1990 годы составил 110 миллионов человек. А у Советского Союза 122 миллиона. В этом соревновании Советский Союз обогнал Америку. Теперь перейдем к демографии такой страны, как Российская Федерация. Такой мрачной картины не было за всю историю наблюдений. На 1 января 1992 года численность населения Российской Федерации составила 148,5 миллиона человек. На 1 января 2021 года она равнялась 146,2 миллионам человек. За 29 лет имеем снижение численности населения России на 2,3 миллиона человек, или примерно на 1,5%. Казалось бы, что ж тут страшного? Ведь у многих государств цивилизованной Европы также наблюдается снижение общей численности населения. Имеет место ползучая депопуляция. Но дело в том, что в России депопуляция происходит намного стремительнее, чем во многих цивилизованных государствах. А демографическую яму не замечают, потому что она камуфлируется притоком мигрантов. Прошлый год стал даже не демографической ямой, а самой настоящей пропастью. Рождаемость в 2020 году оказалась на 48 тысяч человек ниже, чем в 2019 году. По сравнению с 2014 годом число родившихся упало на 26,3%. Но гораздо более драматичной была ситуация со смертностью. В прошлом году число умерших было на 18% больше, чем в 2019 году. Это превышение сейчас называют избыточной смертностью. Некоторые спешат объяснить избыточную смертность фактором модного вируса. Однако данные Росстата показывают, что лишь одну треть можно списать на него, причины остальных двух третей избыточных смертей при всем желании им не объяснишь. Число смертей в прошлом году максимальное за период 2007-2020 По итогам 2020 года естественная убыль населения составила 688,7 тысяч человек. По итогам 2019 года показатель равнялся 317,2 тысяч человек. Получается, что за год естественная убыль населения увеличилась в 2,17 раза. Прирост убыли в абсолютном выражении составил 371,5 тысяч человек. Убыль населения в России в 2020 году оказалась рекордной за последние 15 лет. Больше было только в 2005 году 847 тысяч человек. За период с 1992 по 2020 годы суммарная естественная убыль населения составила 14,3 миллиона человек. Мы уже начинаем привыкать к этим потерям, даже называем их естественной убылью. Но потери эти противоестественные. Росстат недавно обнародовал данные по блоку естественное движение населения за январь 2021 года. Цифры угрожающие. Число родившихся в январе 2021 года снизилось на 10,3% по сравнению с январем прошлого 2020 года. Число умерших в январе 2021 года увеличилось соответственно на 33,9%. Таким образом, естественная убыль населения в январе 2021 года составила 113,2 тысячи человек против 45,2 тысячи человек в январе 2020 года. То есть за год убыль населения подскочила в 2,5 раза. Трудно сказать, какие цифры Росстат нарисует в следующие месяцы 2021 года, но если экстраполировать показатели нынешнего января на весь 2021 год, то есть умножить их на 12 месяцев, то показатель естественной убыли населения за год может составить 1,36 миллиона человек. Это новый антирекорд. И его для наглядности полезно сравнить с цифрами страшных сталинских репрессий, которые якобы унесли десятки миллионов человеческих жизней. В 1939 году численность населения РСФСР составляла 108,4 миллиона человек. Прирост населения за период с 1926 по 1939 год за 14 лет составил примерно 7,5 миллионов человек. А в Российской Федерации произошла естественная убыль населения на такую же величину. В страшном 1937 году в пределах РСФСР коэффициент рождаемости составил 41,2. Кстати, примерно таким же был коэффициент рождаемости в Российской империи накануне Первой мировой войны. В Российской Федерации в прошлом году показатель составил лишь 9,8. Если судить по коэффициенту рождаемости, то прошлый год у нас был страшнее, чем 1937 год в четыре с лишним раза. За 1992-2020 годы суммарные людские потери Российской Федерации в виде естественной убыли населения составили 14,3 миллиона человек, а с учетом нынешнего года могут заметно превысить 15 миллионов. Но они не учитывают те потери, которые обусловлены резким снижением коэффициента рождаемости. С учетом этого суммарные людские потери РФ уже превысили 20 миллионов человек. И это сопоставимо с общими людскими потерями в Великой Отечественной войне, которые оцениваются, как правило, цифрой в 26 миллионов человек уже с учетом смертности гражданского населения, угнанных в плен, не родившихся детей. Насколько объективны все эти цифры? Действительно ли мы вымираем, или это все естественно и логично? А главное, что же нужно, чтобы демография пошла вверх? Может быть, не только экономическое благополучие, финансовый достаток, но какая-то вдохновляющая национальная идея, которая стала бы мощнейшим стимулом для жизни и была бы понятна всем слоям населения? Или все эти поиски национальной идеи – очередная пропагандистская утка? Давайте порассуждаем над этим в комментариях. Благодарим за просмотр и до встречи на Крамоле!